Денежные купюры Часть преступлений, связанных с фальшивым манечеством, регистрируется на территории областного центра. Примерно 60% от всего массива. За 2022 год в ОКЦ поступило 444 поддельных банковских билета. Из них большую часть можно выявить купюры с достоинством 5000 рублей. Также встречаются и тысячные рубли, и двухтысячные. А еще подделывают 5 и 10 рублевые монеты. Кажется мелочь, но в масштабах страны урон существенный. На что же обращать внимание, чтобы не столкнуться с фальшивкой? Прежде всего надо посмотреть на состояние купюры. Если купюра ветхая, рваная, то лучше попросить ее заменить на другую хорошую купюру. Если же у вас данная купюра уже в кошельке находится дома, можно ее осмотреть и по некоторым признакам понять, что с данной купюрой что-то возможно не то. Возникли сомнения? Не пытайтесь избавиться от купюры и сбыть ее с рук. Отнесите сомнительную банкноту в банк на проверку. А вот еще несколько признаков подделки. Если она изменила цвет, у нее получаются размытые рисунки на ней, то есть при намокании размываются. Это стопроцентный признак, что она уже поддельная, и такой купюрой пользоваться нельзя. Можно посмотреть наличие волокон цветных, чтобы они были не нарисованы, а проникали в толщу бумаги. Микроперфорация на купюрах. Там обозначаются проколы в виде номинала банкнота. Тысяча рублей, две тысячи рублей, пять тысяч рублей. Надо обращать внимание, чтобы данные проколы были ровные, а при ощупывании их, чтобы не было выступания бумаги с одной стороны. Еще один повод для сомнения – купюру не принимает банкомат. Если у вас обнаружена фальшивка, но вы не знали об этом, или у вас не было умысла сбыть ее с рук, состава преступления нет. В противном случае, если человек целенаправленно, зная о том, что у него в руках поддельная денежная купюра, идет с ней в какую-то торговую точку, либо дальше передает ее за какой-то товар, в этом случае уже, конечно же, образует состав преступления, предусмотренный статьей 186 УК РФ. Наказание – до восьми лет лишения свободы. Фальшивомонетчики используют для поставки поддельных купюр в регионы ту же схему, что и наркоторговцы – курьеры, тайники, закладки. Как правило, в этой преступной схеме задействован не один десяток человек. На особом контроле – ранее судимые. Наряду с оперативной работой полицейские делают ставку на профилактику. Фальшивы разъясняют, беседуют, рекомендуют. Особенно тем, кто работает в сфере торговли. Нередко фальшивки попадают в оборот из-за недосмотра и халатности. Несколько лет назад в России ликвидирована крупная интернет-площадка по сбыту фальшивых денег. Сейчас преступники вновь активизировались. Только в прошлом году в суды Верхневожья направлено 20 уголовных дел, связанных с фальшивомонетничеством.